Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru Позволю себе напомнить, что в 2023 году сразу две чайных культуры, китайская и турецкая, были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Включены они были с разными формулировками, причем, на мой взгляд, принципиально разными. Турецкий чай был включен в этот список как символ гостеприимства и элемент национальной идентичности, а китайский – как набор разнообразных чайных феноменов. Наши чайные коллеги в каждой из стран совершенно обоснованно порадовались включению своего чая в престижный список и начали новую тему отрабатывать. В Турции тему нематериального культурного наследия отработали достаточно быстро и без особого задора. А вот в Китае эта отработка только-только набирает обороты. Оно как бы и понятно – китайская заявка несопоставимо более масштабна, чем турецкая. Так вот, нематериальная культурная новость пришла на днях из провинции Джидзян. В первую очередь известный всем ценителям чая озером Сиху и соответствующим этому озеру Лунцзином. В этой провинции запустили проект с названием, которое можно перевести примерно как «Чайное пространство нематериального культурного наследия». Этот проект подразумевает своеобразную сертификацию чайных локаций, в которых сохраняется культурное наследие провинции Джидзян. Первые 25 чайных локаций с новым статусом были объявлены 15 мая. Причем объявляли их не просто так, а выбирая и список заявок, которых было 194. К 27 году в Джидзяне планируют сертифицировать 100 чайных пространств нематериального культурного наследия, на базе которых, безусловно, можно будет выстраивать туристические маршруты любой продолжительности и, надеюсь, весьма разнообразного содержания. Наши китайские чайные коллеги молодцы, конечно. Наткнулся в новостях на заметку об испанском проекте «Арбало». Я рассказывал о нем в конце 2021 года. Тогда этот проект, работающий в Галисии и изначально специализирующийся на выращивании разных трав, уже занимался чаем. Но занятие это только начиналось. Они разбили масштабную по европейским меркам чайную плантацию на 10 тысяч кустов. Все это дело органически сертифицировали и всем про свой чай рассказали. Но самого чая у них не было. А теперь есть черный и зеленый по 20 евро за 20 грамм. Это очень дорого, конечно. И шансов на то, что чай окажется на все деньги, немного, на мой взгляд. Но у этого чая высокая коллекционная и сувенирная ценность. Так что, если кто собирает европейские чаи, милости прошу под ссылку, она будет в сообщении. Кстати, о сувенирах. Министр сельского хозяйства и плантации Шри-Ланки выступил на днях с интересной инициативой. Он предложил всем туристам, улетающим со Шри-Ланки, дарить на память немного цейлонского чая. Прямо в аэропорту, при прохождении пограничного контроля, скорее всего. Отличить туриста от нетуриста можно только по паспорту. Инициативу поддержали и производители цейлонского чая, и ланкийский тиборд. Причем поддержали и словами, и намерениями. Ну, то есть они все готовы потратиться. Инициатива красивая. Я был бы рад такому подарку. Оценить же эффективность затеи на этапе формулировки идеи и высказывания намерений совершенно невозможно. Многое зависит, кроме всего прочего, еще и от качества чая. А то попадались мне такие цейлонские чайные сувениры, которые совсем не вызывали ажиотажного желания срочно найти и прикупить себе еще такого же чая. Скорее наоборот. И вероятность того, что на аэропортные сувениры пойдет какое-либо барахло, велика, конечно. Но сама идея, повторюсь, интересная. Будет любопытно посмотреть, чем эта инициатива закончится. Это была «Разница во времени». Оперативные чайные новости от ttips.ru Удачи!